Всем привет-привет! Вы на канале VoodGSN, канале полезной информации и канале, на котором вы каждый день можете посмотреть что-нибудь интересное по танкам. И в этом коротком видео расскажу вам о топ-10 ПТшек для побед, по крайней мере по статистике игроков, для прохождения атипичности. Для того, чтобы проходить атипичность, необходимо собирать всякого рода вот эти вот значки. Одни значки собираются на тяжелых танках, вторые на легких и средних, и третьи на ПТшках. Так вот, сейчас в этом видео я кратенько расскажу вам о топчике танков, а именно ПТшек для прохождения, если верить статистике игроков. И возможно эта информация будет вам полезна. В данный топ-10 вошло немножко больше машин, но это связано с тем, что некоторых машин может не быть у игроков, потому что, ну, крайне мало кто может себе финансово позволить данные тачки, или они редко выходят на продажу, или вообще были на продаже всего один раз. Итак, ребят, как вы видите, в список вошли такие машины, как WZ-121GFT, Почему именно такой список машин и почему именно эти ПТшки? Дело в том, что данные ПТхи собрали самое большое количество побед по проценту за последнее время, и на этих ПТхах играло большое количество игроков. Как вы видите, данные машины имеют действительно высокий процент по победам. Кто-то скажет, что 51,2% на нашем горячо любимом Т110Е4 это мало, но, ребят, обратите внимание, что на данной тачке играло 3365 игроков. А это, в принципе, второй показатель после такой машины, как WZ-113GFT. Таким образом, получается, что данный процент по победам, он действительно достоин и нормален, потому что здесь работало большое количество рук, и при этом, понятное дело, не все танкисты были рукастыми. Ну а такие машины, как, допустим, тот же самый WZ-121GFT или XM66F, ну или тот же самый Объект 268 вариант 4, могут отсутствовать в ангарах у большинства игроков, поэтому список топ-10 и состоит из большего количества машин. В то же время стоит отметить, что среди ПТшек есть неплохие проходники, на которых действительно вполне спокойно можно проходить данное событие. Тот же самый Т110Е4, Хори, Минотавр, ну и, конечно же, WZ-113GFT. Ну а те премы, которые можно найти в прямом доступе довольно часто в игровом магазине, это СУ-130PM, Скорпион-G и Джисор. Здесь, как вы видите, процент по победам довольно неплохой, колеблется в районе 53-54%, и при этом всем огромное количество игроков катали данные ПТшки за последнее время, чем и получили такой процент по победам. Это топ-10 того, на чем больше всего побеждают игроки на уровнях с 8 по 10 за последнее время. Но на чем проходить конкретно вам, безусловно, определяться вам самостоятельно. Каждый любит свою ПТшку по-своему, и пишите свой топчик в комментариях. С удовольствием почитаю, пошел снимать подобное видео по СТ и ЛТ. С вас, друзья мои, прошу немного абсолютно бесплатного для вас комментария, клайкосика, подписки на канал, ну и желательно прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok